Всем привет! Вы на канале VSD. Это очередной ролик про мою семью на BlackRash на сервере AIS. Я очередной раз его снимаю, потому что вам очень нравятся эти видеоролики, но и в этом видео я действительно очень много чего сделал. Ну, во-первых, я полностью переделал весь автопарк, теперь у меня семья наконец-то попала в топ-15 рейтинга, онлайн стабильный, по 40-30 человек. Теперь я вознаграждаю замов, и поэтому они очень хорошо работают. В общем, огромные изменения, поэтому надеюсь, этот видеоролик вам понравится. Если ты хочешь получить такой же гелик, как у меня, скин Влада А4, эксклюзивный аксессуар, а также голд випку, то тебе просто нужно перейти в описание к этому видеоролику и скачать абсолютно новый лаунчер. Это займет у вас не больше трех минут, и все призы будут ваши. Начать я хочу с того, сколько сейчас у меня онлайн, рейтинг, в общем, как развивается моя семья. На данный момент у нас стабильные 30 человек, потому что каждый день заместители принимают около 30 новых участников в семью. И поэтому люди всегда есть, покупают ранги, в общем, все это хорошо. Также теперь мы попали опять же в рейтинг семей, мы сейчас на 14 месте. Это, конечно, очень далеко до топа, но все равно это круто, потому что я и вообще не занимаюсь именно в том плане, что мы не ездим на контейнеры, еще что-то такое, и просто за счет количества мы получаем такой крутой рейтинг. У нас было шестое место, но сейчас это сделать намного труднее, но мне этого делать не хочется, все-таки в первую очередь это семья для подписчиков, чтобы люди просто могли брать тачки, участвовать в мероприятиях, играть вместе со мной, а не для того, чтобы семья была топ-1. Сейчас у меня в семье 6 замов, и можно еще парочку набрать, поэтому если хотите, пишите мне в АК, и если у вас будут хорошие критерии, то я вас обязательно возьму. Вообще, такой бешеный актив начался из-за того, что я начал мотивировать своих заместителей. Это была очень хорошая идея, которую мне посоветовал один из моих заместителей, то, что нужно не просто хвалить словами, а нужно материальную какую-то помощь оказывать за хорошую игру. И теперь за первое место, если человек очень хорошо трудится, я ему дарю машину каждые 5 дней. За второе место 1 миллион, и за третье место 500 тысяч. То есть, кто лучше всех за 5 дней работает, тот и получает эти призы. Раз в 5 дней я трачу где-то по 4 миллиона вертов, ну и заместители приглашают новых игроков, продают ранги, и тем самым я зарабатываю за эти же 5 дней где-то 4-5 миллионов. То есть, я ухожу в ноль или даже в плюс, а они тоже рады, потому что им достаются какие-то призы, а не просто так они работают. Ну и теперь давайте перейдем к автопарку, потому что это намного интереснее, и сейчас машин у меня стало намного меньше, но зато они стали намного дороже. В прошлой серии про семью я добавил вот этот вот Маклара, ну и подумал то, что все равно все тачки не берут, всеми не пользуются, и поэтому я решил лучше бы продать некоторые машины и купить побольше каких-нибудь новых дорогих тачек, чтобы все тачки были заняты и они были намного круче. У меня уже был готовый список тачек, и я приехал на БУ рынок, но тут особо ничего не было. Ждал я так дня 3, заместители я искали машины, но мы ничего не могли найти, поэтому первую тачку в семью я решил добавить в свою. BMW M8, которая мне выпала из автокейса, я решил добавить в семью. Я ее полностью протюнинговал, сделал ее, как всегда, в том же цвете, подсветку, стробоскопы, в общем, все как всегда сделал, но, честно говоря, в цвете, который она была у меня до этого, она мне нравилась больше. Так как у меня есть еще гелик, поэтому мне эту тачку, конечно же, было жалко в семью отдавать, но не так страшно, так как у меня все-таки еще одна тачка оставалась. Этот видос я снимал дня 3-4, и за все это время я вот очередной раз пришел на авторынок, но ничего из списка, что мне нужно было, не было, поэтому мы опять же уходим и ждем что-нибудь подходящего. Опа, вот так вот неожиданно я уже на Астон Мартине, я его купил бэушным, но на БУ рынке я его так и не нашел. Мне помог его найти мой заместитель, он нашел продавца, кто его продает, и он мне его продал за вроде бы 12 миллионов или 13, я, честно говоря, уже не помню. Это тоже довольно дорогая тачка, как и М8, поэтому она идет на третий ранг, но, честно говоря, по управлению она мне не особо понравилась, и себе бы я такую тачку не купил. Конечно же, тоже тюним ее, теперь она в таком же цвете, с такими же стробоскопами, с такой же подсветкой, в общем, все делаем как обычно и отправляем ее в семью. Следующая тачка это Майбах, вы можете подумать, что я ее покупаю себе, а я ее покупаю... А, вы можете подумать, что я ее покупаю в семью, а я ее покупаю себе, и это вот такой вот Майбах, за 16,5 миллионов вертов мы ее забираем. Тачка очень медленная, поэтому я решил поставить на нее комфорт плюс, ну и перекрасил ее полностью в черный цвет. Может быть, в будущем что-нибудь изменю в ней, но пока меня все устраивает. Также в моем списке для автопарка семьи был новый гелик. Я хотел именно новый гелик, но на БУ рынке всегда были только старые гелики. Они по характеристикам никак не отличаются, но мне больше нравится новый, чем старый. Ну и как обычно, ничего нового, короче, свою тачку я опять добавляю в семью. Это, наверное, будет самая дорогая тачка в семье, потому что, во-первых, она и так самая дорогая, ну а во-вторых, на ней еще стоит стейдж комфорт плюс, который стоил еще где-то 5 миллионов. Вот тюнинг на нем выглядит еще хуже, чем на М8. Просто какой-то ужас, и я очень расстроен, что мне придется отдавать его, но я думаю, в скором времени поднакоплю денег и куплю себе новый гелик. Это, конечно же, еще не все. В списке было еще парочку машин, но я решил их не добавлять, потому что игроки попросили добавить какие-то старые машины, которые им очень нравились. Например, F90 так и осталось, потому что игроки очень не хотели с ней расставаться. Ну а теперь давайте вам наконец-то покажу, какие тачки у меня остались и на каком они ранге. На первом ранге у нас также две тачки, только уже совершенно другие. За четвертую и Камару я продал, и теперь вместо них у меня Додж и Акула. Эти тачки очень пользуются спросом, их очень любят, и поэтому я решил их оставить. На втором ранге уже нету таких глобальных изменений. Например, Банан, он вроде бы и был на втором ранге. Ламборкини Урус, она ушла с третьего ранга, теперь на втором. Макларен, я его добавил в прошлом видеоролике. Бэтмобиль, он вроде бы и был на втором ранге. И BMW M5 F90, она была на втором ранге, я собирался ее убирать, но игроки настояли на том, что я ее оставил. Ну и напоследок у нас третий ранг, конечно же самые крутые тачки, потому что это самый высокий ранг, который можно купить у меня в семье. И тут у нас BMW M8, которая была у меня, но теперь уже не у меня, как вы уже поняли. Lamborghini Aventador, который уже давно у меня в семье, но я решил не убирать ее на второй ранг, потому что в госстоимость ее 20 миллионов вертов. Geli, который также был мой, теперь также не мой. Ну и также Aston Martin, это тоже новая тачка, которую я добавил в этом видеоролике. Автопарк у нас постоянно улучшаются, а вот цены на ранг становятся только ниже. Например, сейчас второй ранг у нас стоит 50 тысяч вертов, а третий ранг всего 100 тысяч вертов. И если вы покупаете с первого на третий ранг, то вы платите всего 100 тысяч и сразу получаете доступ к Geli, к M8, к Aventador и к Aston Martin. Ну, решил не загрязнять такой позитивный ролик DM'ом, а он до сих пор продолжается и решил завершить данный видеоролик открытием автокейса. Как всегда, открою автокейс, потому что вам это очень нравится, мне это очень нравится, но, честно говоря, призы последнее время мне вообще не нравятся. Единственное, куда я их могу использовать, это разыгрывать между подписчиками, между заместителями, ну и вот ЦУПРу я отдам своим заместителям.